Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После выслушивания всех оскорблений на смешках Виктории и Тейлор над Кейт, я вернулась в свою комнату и обнаружила этот жуткий фотомонтаж. Только отморозок вроде Нейтана мог сделать нечто подобное. Мысль о том, что Нейтан был в моей комнате, расклеивая всю эту фотогалерею, не дает мне покоя. Мне следует быть осторожнее. Мне уже кажется, что вся эта идея с камерами не такая уж и плохая. Но мы трусить не будем, друзья. Осторожнее мы все-таки будем, но мы очень принципиальны. А теперь я хочу проверить, если комната Виктории пустая в данный момент. Я хотел бы немного там поработать. Ммм, а как открыть? Почему мы не можем войти? Ммм, а как открыть? Почему мы не можем войти? Черт! Ммм, а как открыть? Очень плохо, что не дают нам возможности войти туда и устроить ей такой беспорядок. Взять и сжечь просто там все к чертям. Все, что есть самое ценное, самое дорогое для нее. Всю одежду порвать к чертям и все. Камер нету, никто ничего не видел. Никто ничего не знает. Думаю, это было правильно. Так, стоит ли нам опять пообщаться. О, Джульетт, Дана. Вы снова здесь. Что у вас интересного есть? Давайте поговорим. Давайте поговорим позже, Макс. Я не смотрю на видео, Макс. Стоп, куда уходим? Я же забыл, опять-таки, мы должны книгу вернуть. Комната Кэйт у нас где? Комната Тейлор. Комната Стэллы. Комната Джульетт. Комната... А, ну да. Комната общая. Комната Кэйт. Кэйт, ты вон там? Да, я здесь. А, ну да, мы же здесь надпись стирали. В прошлой серии. Комната Кэйт, я здесь надпись стирали. Точно. Что с ней не так? Почему? Она ведь нормальная, вроде как девчонка. У нее в голове какие-то тараканы такие. Ее бы привести себя в порядок. Просто вытащить из головы этих тараканов. И хорошенько высказаться в лицо Виктории. Ее бы зауважали просто все. Прическу первым делом изменить. И вот эта вот... Ее... Не знаю, вот этот... Что она... Завесила прямо зеркала, чтобы... Она себя стесняется или что? Блин, она же не уродка. Она нормальная, симпатичная девушка. Какая-то и прочёску изменить и одеться нормально. И вот ее христианство... Добра ее не доведет. Красивый, кстати, рисунок. Очень интересная манера рисовки. Мне нравится довольно-таки симпатично даже. Кейт все alone dealing with this video bullshit. Даже ее родителям это видео послали. Конечно же, там не она. А точнее, послали... А, директору послали. Директор связался с ее родителями. Позвони нам. Кейт, нам с отцом позвонил ректор Уэллс и рассказал про тебя и какое-то видео с вечеринки. Наши опасения по поводу твоего поступления в Беквелл подтвердились. Прошу, позвони нам сегодня после занятий, чтобы мы могли обсудить это. Мы надеемся, ты не опозорила себя и нашу семью. Мы будем молиться за тебя и ждем, что ты будешь молиться о прощении, твоя мать. О прощении? Ну, честно, вот... Я не понимаю таких людей, которые просто, например, сидят и плачут. Вот мне плохо. Кейт, на твоем месте, я не знаю, возьми вот эту скрипку. Подойди к Виктории и раздолби эту скрипку об ее челюсть. И все равно, что будет потом с тобой, арестуют тебя. Не арестуют, пускай она просто захлебнется в крови. Это было бы, я считаю, правильно. Вот именно так и надо поступить. А вот это сидеть и плакать, Кейт, ну сама виновата, сиди плачь. Дальше твое видео, пускай вообще по кабельному телевизору не покажут. Пускай все поржут над тобой. А ты сиди, если ничего не можешь сделать. Ну не подумайте, я не такой, как бы, жестокий, я не такой, как Виктория. Ну просто, ну действительно, она ничего, ничего не пытается сделать. Ну никак не пытается себя защитить. Абсолютно. Даже сказать вообще ничего не может. То, что вот директору показали за такое видео вообще, не знаю, да хотя бы хорошо. Не драться ничего, ну как бы, да, на тем более девушка все. Пошла бы в полицию. Это уже совершеннолетние, это уже не дети. Они совершеннолетние, значит они несут полную ответственность перед законом. За такое, за подобное действие полагается ответственность. Моральный ущерб огромный нанесен. И она бы еще и денег срубила бы, немало. То, что она просто стеснительная до ужаса. Так почему же никто из друзей, если у нее такие есть все-таки где-то, не поможет ей? Мы видим, просто ее это доконает. Она просто относится к тем, кто, наверное, просто скоро вскроет себе вену или повесится. Просто жалко ее очень, как бы, из-за каких-то сволочей. Береженого Бог бережет. Неважно, как сильно вы любите друг друга, одна ошибка может изменить вашу жизнь. У вас есть выбор. В воздержании нет ничего страшного. Ужас какой. Библия. Фотография. Да ее просто, как говорится, под монастырь подводит. Ее просто с ума сводит. Реально, вот, на ней так издевается, просто сводит человека с ума. Очень жалко ее, ну. Не знаю, как бы ей можно было помочь. Понятно, всякая христианская чепуха. Кэйти, ты всегда будешь моим светлым луччиком в Атиме. Обнимаю и люблю. Папа. Да, видимо, пока Виктория не начала всех настраивать против нее, пока Виктория не начала над ней издеваться. Ой, сделаем фоточку. Кролика. Симпатичный зверек. Я верю, Кэйти – хорошая мама. Милая Кэти, ни дух святой, ни дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделала на этом видео. Подобно Язавель, ты предстала перед лицом Господа в своем блуде. Всей церковью мы будем молиться, чтобы Бог спасу свою душу от вечного огня преисподней. Тетя Марш. То есть тетя верит какому-то видео, а не верит, хотя, в принципе, я это видео не видел, не знаю, возможно, действительно и правда на видео Кэйт. Этого я не исключаю, но, возможно, просто видео смонтировано. Или просто похожий кто-то человек, и плохо там, очень плохо видно лицо там где-то. В общем, не знаю, друзья. Вдруг по-настоящему она на видео. Но если это не она, просто ее настолько позорили перед всем городом, реально, ей нужно либо мстить, либо просто себя убивать. По-другому никак. Либо то, либо то. О, да, Гиггер жжет. Все, не в курсе, это создатель чужого, тот, кто его придумал. А когда-то... Когда-то улыбалась. Давайте поговорим с ней. Макс, why did you step in between David and me yesterday? У меня не было выбора, ты моя подруга все-таки. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Да ладно. Хо-хо-хо. А что же за видео? Сможешь ли ты нам довериться и рассказать правду про это видео? What about this video? And I swear, I haven't watched it. I can't even watch it, Max. То есть, все-таки, это видео поддельное. Если даже она говорит, что она его даже не смотрела. I won't either. Thank you, Max. You know, how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video, and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party. And ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. У меня появилось подозрение, друзья. Она сказала, что она ничего не помнит. Может ли быть так, что Нейтан, который распространяет наркотики, накачал ее насильно? И после этого ее изнасиловали. И засняли это на видео. Просто если это так, то это уже повод посадить огромное количество народу. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. But what happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. And then I drank water. От такого они пьянеют. You're not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video. Okay? Did somebody drug you? I remember. I remember getting sick. And dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said, he would take me to the hospital. Nathan Prescott. Ну да. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And, 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 that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. I think there's no doubt. It's no doubt. They cast it by drugstore. They raped them. They did it on the video. They continue to spread everywhere, everywhere. Somewhere and everywhere. They were trying to prevent people from being killed. Like Victoria and Nathan Press, like that, they should not live. I try to make everything possible in order to harm them. Так, Макс, могу я спросить тебе вопрос? И, пожалуйста, быть честным. Обязательно. Я хочу узнать, если Нейтан Прескотт помогал мне, или болит меня после этого партия. Я должен идти в полицию? Нужны доказательства. Хотя нет, иди в полицию. У нас есть доказательства. Макс, я буду идти в полицию. И также у Принципа Уэллс. С тобой, как моим доказательствам, они должны нас серьезно сейчас. Доказательствам? Ну, я имею в виду... Конечно, буду. Мы все равно просто спорили панк-студенты к пациентам и факультетам. Я просто думаю, что мы должны быть очень осторожными здесь. Почему? Осторожными в чем? Ничего. Но Прескотт – это очень мощная семья. Я надеюсь, это не будет поправиться на нам, что все. Даже если этот листерик получил серьезно плохое кармане. Он будет. Учая, Макс. Ты встал Кейт к полиции и Принциплину... after getting a scary text right now the police will definitely drag you into this shit пускай висит но правильно мы сделали так что друзья мы теперь должны делать пойдем встретимся с клой почему мы не согласились помочь кейт подтвердить перед ректором и перед полицией все что мы знаем все что мы видели то что мы знаем о том что на это на распространять наркотики и так далее так фотографию мы сделали да где была последняя даже не помню смс к самослов 40 минут убью макс еда два кита приходи не сломай пальца телефон ура завтрак никаких смайлов что ж пойдем посмотрим что здесь изменилось там да нет 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 Посмотрим, что здесь изменилось. Возможно, опять что-то нужно будет сфоткать. Возможно, просто потерянные вещи, которые он находит здесь, собирает все в чемодан в эту коробку. Я вижу, что Сэмюэл интересен, но он нужна сфоткать? Как Сэмюэл получил фотографии Рэйчел? Почему? Сэмюэл действительно должен держаться сфоткать. Как скажешь, но мне понравился тот раз. Пищевые отходы. О, мы сейчас сфоткаем белку, видимо. Фото. Отлично. Белочку мы сфоткали, у нас также появилась новая запись в дневничке. Вторник, да? Где была последняя? Из этого клубка интриг мне уже не выбраться. После выслушивания всех оскорблений на смешке Виктории и Телор над Кейт, я вернулась в свою комнату и обнаружила этот жуткий фотомонтаж. Стоп. Это я читал уже. Ага, вот. Мне нужно было отдать книгу Кейту, так что я пошла в ее комнату. Я знала, что дела у нее плохи, но не знала насколько, пока не вошла. Свет не горел, а все занавески были задвинуты, словно в каком-то пристанище Эммы или Готов. Сама же Кейт не была ни тем, ни другим. Она просто плакала одна в темноте. Мне было больно видеть ее в таком состоянии, и самое грустное, мне захотелось заснять ее, запечатлеть, как она страдает. Ого, это как-то странно. Пугает. Кейт думает, что с ней произошло что-то еще, помимо того видео. К тому же, она сказала, что Нейтан Прескот отвез ее с вечеринки в больницу. Она думает, что он что-то сделал с ней, но она не помнит, что именно. Довольно трудно сомневаться в правдивости слов Кейт, зная ее и то, кто такой Нейтан. Я своими глазами видела, на что этот мудак способен. Разумеется, Кейт спросила, стоит ли ей идти к ректору и в полицию. Я сказала, что стоит. Кто-то еще может быть в опасности, но Кейт сказала, что я буду ее поддержкой. И это напугало меня, учитывая то СМС с угрозами. Стоит ли мне так глубоко все это вмешиваться, когда за мной кто-то следит или даже хуже. Ситуацию все тяжелее держать под контролем. Не такая ты уже супер, Макс. Давайте, друзья, наверное, на этом серию закончим. В следующей серии поговорим с Сэмюэлем. Вот он сидит там еще дальше. Кто-то под деревом отдыхает, либо учится. И пойдем навстречу с Клоей. Спасибо вам, друзья, большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи вам. И встретимся в следующей серии. Пока-пока. Пока-пока.